Всем привет, друзья! Мы с вами на канале AlexShare обзора IT. И сегодня я хотел бы вам показать небольшой обзор вот на такой ноутбук Lenovo V14. Мы уже покупаем третий такой ноутбук. Расскажу для каких целей он у нас в принципе назначен, для чего мы его покупаем. Такой, да, ноутбук, соответственно, клавиатура. Процессор у него Razer V3, что позволяет выполнять очень много различных задач. Покупаем мы его в основном для работы различных профессий, таких как маркетолог, диджей у нас пользуется таким ноутбуком, арт-директор, анимация. На этом ноутбуке можно поставить различные программы, диджейские какие-то программы можно поставить, Adobe Photoshop и он, в принципе, тормозить не будет. Так что, если в вашем отделе встает вопрос по производительности ноутбука, в принципе, данный ноутбук будет справляться со всеми этими работами. То есть мы здесь запускаем различные игрушки для гостей, выводим их на проектор, чтобы они могли там как-то играть, мячиком кидать, убивать различных зверей. Один из видов игрушек. Диджей нас включает различные музыкальные программы. Маркетолог запускает тоже различные свои программы, то есть тяжелые где-то Adobe Photoshop и другие программы. Давайте посмотрим. Включается у нас здесь вот через кнопочку обычное включение. Что я могу сказать? Здесь Windows не стоит, соответственно, после покупки Windows нужно будет устанавливать. Десятку, Pro, домашнюю, без разницы. Вот здесь у нас подключается блок питания. Блок питания у нас идет вот такой квадратненький обычный. Также давайте мы сейчас посмотрим. Микрофон у нас находится вот в этом положении. Соответственно, рядышком у нас находится камера, которую очень многим у нас заклеивают. Следующий идет у нас индикатор камеры. То есть, если вы камера включаете, соответственно, индикатор у вас появится. Также у нас здесь есть Bluetooth. Bluetooth у нас находится в этой части экрана. Также идет гнездо для SD-карты. Гнездо для SD-карты у нас находится с правой стороны. То есть, туда мы сможем с вами поставить не флешку, а SD-карту, которая у нас идет для мобильного телефона, либо для фотоаппарата. Также у нас идет с той же стороны аудиоразъем и для вентиляционные различные отверстия. Но также у нас здесь идет клавиатура. HDMI у нас идут немножко с другой стороны. Различаются. Ну и также идет у нас индикатор зарядки. Индикатор зарядки у нас тоже идет здесь сбоку, то есть рядышком с проводом для питания. В принципе, ноутбук очень интересный. Могу его порекомендовать. Стоит он, покупал я его примерно неделю назад. За 29,990 я его приобрел на Amazon. Сейчас, возможно, цена немножко поменялась. Ну, примерно бюджет данного ноутбука такой. Вот. На сегодня все. Такой вот небольшой обзор на этот ноутбук. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok